Я делал намёк, делал намёк о том, что можно сделать в другой день, а, ну, когда я перееду, типа, можно было тогда замутить, в принципе. Да, ты мог сказать это, блин, прямым текстом. Ладно, короче, всё работает. На каком моменте оборвалось? Я-то хотел показать скетч, но Господь тебя уберёг. А, ну, может и не надо, может так лучше. Ладно, ну, короче, так вот. Ты думаешь, что трансляция приостановлена? Ну, я запустил заново, сейчас должен запуститься, дальше продолжится. У-у-у. Короче, я делал примерно таких персонажей. Ладно, сейчас проверим. Так, ну вот, всё должно вроде как работать. Пишут, что трансляция началась, и меня не пускают, блин, на эту трансляцию. Чё происходит? Ну, я надеюсь, чё там в комментариях, ребята, напишите. Мне кажется, после переезда, это, уже будет там не стрим, а прямой эфир с долбахаты. Мне пишут, что, пишут, что это, ничего не идёт в комментариях, давайте ещё разочек нажмём. А у тебя теперь идёт трансляция? У меня идёт трансляция, просто попробуйте обновить. Так я обновляю, мне, короче, пишут, что трансляция идёт, я в ней захожу, и пишут, что трансляция приостановлена. М-м-м, могу остановить, запустить заново. Давай перезапусти лучше ОБС. Было неловко, то, что именно вот так пойдёт всё. Ну, бывает всякое, не переживай. У нас были... ой, барашек появился. М-м, ну, короче, да, вот именно это я делал для себя, ну, и примерно, наверное, это. Там непонятно, как раз. Есть свои аспекты, где я думаю, что я всё правильно делаю, но мне говорят, что я делаю всё неправильно. Так что? А зачем ты для себя это делал? Ты, типа, я решил... В принципе, понять, что я могу, и экспериментировать, наверное. Это же, в принципе, это неплохо. Ну, то есть, мне, в принципе, даже нравится в каком-то смысле. Сначала было тяжело, но потом... Я открыл новую грань тебе. Ну, и, так или иначе, я прокачал в чём-то цвет, и мне стало проще. Работать, по крайней мере, с цветом. У тебя вообще, судя по портфелю, как-то с цветом ты особо и не работаешь. Ну, то есть, я так понимаю, это не совсем то, что тебе интересно. Ну, просто... Ну, я не знаю, я могу в свете работать? Ну, могу. Ну, сейчас могу. Раньше я очень... Очень странно использовал себя. Да и... Да, может быть, и сейчас они полностью понимают, что я делаю. Очень много всё равно по-нариде, что происходит. То есть, хоба-хоба, и ты... Ты всё сделал. Не понял, что ты сделал, но всё сделал. Ну, именно вот в этом самая большая проблема, которая у меня была при смене деятельности. То есть, я думал, что при этой работе мне будет куда проще и легче рисовать и делать то, что я делаю сейчас. Ну, в работе сейчас. И я был уверен, что я довольно быстро могу это делать, но всё пошло не так, как я планировал. Всё пошло по просто невероятному исходу. Я стал не справляться. Я стал делать намного хуже. Я как будто заново начал учиться рисовать. И вот именно это большая проблема, когда ты начинаешь... Ну, когда ты, короче, делал до этого прямо свои штуки. То, что хотел, то, что прямо всё до тебя. Не было ни тасков, ничего. И ограничился только на своих одних и тех же ошибках. А потом ты хоба, у тебя работа, при которой тебе нужно думать чуть больше. То есть, если накосятишь, у меня есть проблема. Не знаю, сейчас уже меньше. Я когда начинаю рисовать... Вот, сейчас покажу, как я этого рисовал. Я до стрима начал. Так, чтобы фото проверить для себя. Непонятно. Этап пропустил. Короче, я начинаю рисовать голову, немного туловище, потом дорисовываю что-то. Где-то могут быть... Проблемы начинают появляться. И когда это всё вместе не работает, ты можешь очень много ошибок допустить. И... Ну, так вот получается. Ты сказала, что у тебя была смена деятельности. Ты говоришь о том, что ты начал заниматься CG профессионально, а за это ты вроде как работал в совсем другой сфере или нет? Ну, полноценно. Я говорю, фрилансы начались. То есть, я долго не работал. По сути, нормально работать. Начал, ну, максимум, года два назад. А, полтора, может, два. Могу точно сказать. И... Когда ты рисуешь для себя, это не то же самое, что рисуешь для коммерции. Когда... Ну, когда у тебя есть определённый таск, это не так просто, оказывается. Но надо думать. Надо... Ты не можешь поиграть там, где хочешь. Ты не можешь исправить то, что... Ну, так получается. А и монстров было проще рисовать, потому что... Я не ограничен в них. То есть, есть человеческая, примерно, человеческая анатомия, и ты можешь коверкать её, там, делать как-то интереснее. Ну, прям такие штуки. А когда вот... Ну, я рисую животных в основном. И... Если ты не рисовал до этого животных, тебе сложно. Особенно первое время. Потеряешься буквально. И я кучу основов потерял. То есть, вроде бы и думаешь, что... Ты знаешь основы, но... Очень часто происходит так, что ты не знаешь основы. Просто привык рисовать так. Поэтому я ушёл в упрощение. Я очень много упрощать стал. Довольно простые скетчики начал делать. То есть, я всю фигуру строю на простых формах. По крайней мере, рабочие я делаю так. И... И так, в принципе, неплохо. Так очень быстро ускоряет весь процесс. Ты сказал, что если бы ты там ни разу не рисовал животных до этого, то было бы намного сложнее. А подскажи, как ты нарабатываешь визуальную базу? Ведь, насколько я понимаю, то, чем ты сейчас занимаешься, это работа с дизайном, правильно? Ну, трудно сказать, что это работа с дизайном. Это просто иллюстратор на минималках. Так сказать. Ну, в принципе, Максад же это рассказывал. Как... Как... Это одновременно и... Всё вместе. Ты вроде бы и концептер, и иллюстратор, и тебе надо всё сделать самому. Ты законцептишь сам персонажа, делаешь его, а потом ещё и зарендеришь его. Но, тем не менее, вопрос про визуальную базу остаётся. Ну, есть много примеров и... Блин, ну, трудно сказать. Это просто насмотренность. По большей части ты просто смотришь, что актуально, что неактуально. Просто находишь художников, скутеров, да что угодно. Можешь просто фотографии интересно найти. Вот, были прикольные фотографии моей бабушки. Идеальные ноги для монстряк. Вот. Вот оно. Вот тебе визуальная библиотека. Ты можешь буквально везде это найти. Видишь, на улице у тебя куча, куча визуальной библиотеки. Она прямо перед тобой. Ты прямо просто то, что хочешь, забирай. Вот так вот и происходит. Просто чем-то вдохновляешься, на что-то смотришь. И это запоминается, откладывается. А ты можешь рассказать о какой-то задаче, которая для тебя... Ну, для рабочей задачи, которая для тебя была максимально сложной. То есть она была для тебя настолько нетипичной, непривычной, что тебе прямо пришлось над ней попотеть. Это как бы я уже для себя понял большую проблему, что именно для меня тяжело. Мне тяжело уходить в огромный массив мелких деталей. И любая задача, которая мне нужна. Например, где очень много волос, например, грива какая-нибудь, мне будет тяжело даваться. Или когда я... Какой-нибудь жанр рисуешь, и тебе надо все это зарендерить. И скетч ты сможешь сделать, но... Массив мелких иголочек вот этих, это очень сложно. Вроде бы просто, а вроде бы и сложно. Но, тем не менее, тебе же по работе приходится рисовать такие вещи. Да, и ты просто превозмогаешь. Просто... И часто выходит плохо. Я очень ругаюсь на себя за то, что я выдаю по работе. Ты в самом начале сказал, что ты не любишь очень заканчивать, ты любишь скетчить. Вот как происходила вот эта вот борьба с собой, чтобы для работы сделать что-то законченное? Никак. Просто превозмогаешь. Просто работаешь, и тебя заставляет, ты в башке думаешь, я уже все закончил. Все нормально. Все хорошо. Я все сделал. А тебе говорят, надо дорабатывать. А ты, ну, я же закончил. Я сделал, все. Она в принципе закончена. Для меня она точно закончена. Я просто потерял грань в последнее время. Я просто потерял грань, где должна быть законченная картинка. И я просто уже, все, я в голове своей, я ее уже сдал. Все, она уже закончена. Но так не работает. Тебе потом долбят. Доделай, доделай. Тебе надо еще доделывать. И ты просто через силу не понимаешь, что надо доделывать. И все равно что-то, что-то рендеришь, что-то вызовешь. Ну, мед и детали. И не возникает проблемы с коммуникацией, там, с лидом, там, с обдиректором? Ты смогут ли они тебе объяснить, что надо еще доделывать и до какого этапа? Либо у вас там прям бои не на жизнь, а на смерть? Ну, в принципе, нормально, в принципе, объясняют. Рано или поздно ты все равно это делаешь. Я просто еще человек такой, который без образования, без художественного образования, я ничего не изучал, в принципе. Просто рисовал, ну, действительно, рисовал по наитию. Что-то я делал, что-то получалось. И просто есть некоторые фразы, некоторые словосочетания, которые для меня не полностью были понятны. Сейчас стало лучше просто. Это вроде бы просто, вроде бы понятно, но почему-то я и не понимал. Некоторые просто довольно простые фразы. Правильно посты, ну, есть свои сложности. Так, а что за мем с Верехиным? Мем с Верехиным? Там в комментариях просто Верехин пишет буквально в каждом комментарии. Мне кажется, с этим связана какая-то история. Мем с Верехиным? Я думала, что это просто приходит, ну, типа, ребятки, ребятки и фанаты, у которых есть какая-то... Мем с Верехиным? Нет, может, он есть какой-то, но я не помню. Ну, тут есть, короче, два отдельно отличившихся комментатора, которые Верехин пишет капсом. А, возможно, у меня... Возможно, я даже сам понимал это. В какой-то момент времени я очень был... Слишком был вдохновлен Верехином. Некоторые картинки прямо сильно были похожи на Верехинский. И у меня есть много скетчей, которые довольно Верехинские. Там есть даже грибы были, которые очень похожи на Верехинский. Просто было интересно попробовать. Походу, рисовать не буду. Давай поговорим. Да, мне кажется, кстати, это... Кто только на него не ориентировался в свое время, потому что они там... Мне кажется, это отцы русской CG-тусовки. Ну, там, одни им отцов. Ну, да, да. Он очень... Очень много людей привел в Верехин. Просто потому, что Верехин был. И Верехин есть. Верехин будет. Это звучит как новый политический строй. Да. Да. Это неплохо. Так, и, ребятки, я сейчас буду за слово Верехин в комментариях прям банить. Я что-то от вас и стала уже. Это будет тот произвол. Ну, в рамках этого стрима, конечно же. Вот. Давай поговорим, знаешь, о чем? Ты сказал, что не любишь заканчивать работу. Вот. И я знаю, что тебе в свое время там прилетал слушок, что типа, что-то ты не качаешься. А вот мог бы сидеть сутками напролет. Мог бы. И рисовать. Но ты избрал другой путь. Ну, дело же в приоритетах. Просто выбираешь то, что тебе интереснее. Я буквально так и поступал. Как бы, возможно, стоило проявить какой-то характер к самому себе и где-то свою лень просто перебороть и просто насильно поделать. Но у меня была жесткая демотивация, когда ты рисуешь, делаешь скетч, видишь, что он тебе нравится. И ты потом понимаешь в какой-то момент, что ты его сильно испортил со временем. Ты пытаешься рендерить его. Все говорят, надо закончить. Надо закончить. Заканчивай, заканчивай, заканчивай. Ты такой, ну да, наверное, пробуешь, а у тебя знаний не хватает. И ты делаешь, не получается. Растраиваешься, бросаешься, и вот так это и происходило. И, ну, тем не менее, ты все-таки, твой портфель сейчас состоит, по сути, из таких скетчей-скетчей. А, да, да. Я просто скинул, по сути, закидывал штуки, которые у меня валялись на компе. Еще, наверное, с 16-го, 17-го года. В 18-го я еще, по-моему, не брался. Хобо ничего там нет. За 17-го, ну, более новые штуки. Тут вопрос еще, наверное, знаешь в чем? Просто одно время был очень вот этот культ трудоголизма в CG-тусовке, очень такой агрессивный, скажем так. Ну, то есть все считали, что нужно там качаться с утра до ночи, если там, как минимум, не Роан-Джи, вот. И очень многие люди, ну, то есть очень многие на этом прям подорвали себе здоровье моральное, физическое. Я думаю, что многие просто в итоге перегорают. То есть, когда ты, ну, вся жизнь твоя начинает строиться на одном только рисовании, ну, это уже тебе не совсем хобби. То есть сначала это и прикольно, это интересно. То есть, о, новая инфа, интересно, пробуешь и что-то делаешь. Но это убивает какую-то магию внутри. То есть, когда ты делал это круто и все такое. По-моему, Верехин рассказывал про то, что все, кто раньше топил, очень много, и много прям прям реально трудоголики. То есть, они просто, ну, у них появились хобби свои. Они тебя не так много рисуют. Могли бы. Просто что-то отходит на второй план со временем. То есть, ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки неплохо. Неплохо, когда ты можешь просто ничего не делать. Нужно найти баланс. Нужно найти баланс вообще во всех своих действиях. Баланс в работе, в отдыхе, развлечениях. Только тогда ты будешь счастлив. Если люди хотят много работать, то нет. Но при этом лучше держать здоровье правильным тем. То есть, у тебя не было какого-то момента творческого выгорания, когда ты пробился присылать? А, нет, был. Была работа, работа, есть такая штука. Нет, обычно ты просто не рисуешь. Ты просто занимаешься другим. Ты не можешь. Да, если ты работаешь, и у тебя денег нет, то есть, ты не можешь еще так сказать, что... Но, извините, но можно я недельку рисовать не буду. Обычно, ну, очень много контор работают как конвейер. И это неплохо и плохо одновременно. То есть, из-за этого я очень много превозмогал себя, и... У меня просто есть состояние, когда у меня идет жесткий не рисунок. Я не могу рисовать, у меня буквально все валится из... Что бы ты ни сделал, все будет не очень. Но, когда есть работа, тебе надо. Ну, ты просто привыкаешь, учишься к чему-то другому, становишься машиной. Да, но ты ведь не чувствуешь себя хорошо в такие моменты. Ты по-своему-то по-прежнему рисовать не можешь. Или можешь? Ну, я... Научился как-то превозмогать. Это просто будет не очень хорошо, но... Мне вот как раз таки, мне кажется, это уже навыки ремесленника. То есть, когда ты просто превозмогал такие состояния, и... У тебя просто самый низкий планк твоего рисования, она немножко выросла. В любом случае, ты выдашь на этом уровне. То есть, не хуже. Ну, и просто переживать такое стало проще. Потому что, ну, привык человек, может, привык мне ко всему. Но все равно я... Да, что надо... Надо найти баланс просто. Есть работа, есть здоровье, есть развлечение. То есть, когда соблюдается баланс всего вот этого, тогда все у тебя хорошо. Я думаю так. Просто потом реально слышишь, когда... Вот недавно слышал о одном именитом художнике, не хочу говорить о том. Не лично у него узнал, а у него вообще в принципе зачем. Что очень... Очень подорвал свое здоровье, и насколько я знаю, типа, больше часа за компьютером сидеть теперь не можешь. Там и зрение, и спина, и все вот это. Ну, зачем это? Потом ты будешь это исправлять намного дольше, и болеет не факт, что полностью исправишь. Тут еще вопрос, наверное, в том, какие у тебя хобби есть помимо рисования. То есть, ты говоришь о том, что все во всем должен быть баланс, рисовать отдельно, отдельно хобби. А чем ты увлекаешься помимо рисования? Хм... Играю. Я не знаю, типа, по большей части я особо ничем. Ну, есть немного 3D, но я, по сути, все CG собираю в одно. И все, что это... Это по большей части является искусством все равно. И я это... Скорее, просто немножко разные... Разные отношения к разным... Просто... Просто это что-то связанное с... У нас сейчас связь прервалась. Алло, ты слышал, что ты говоришь? Алло, да, я здесь, я здесь. Да, я просто промок. То есть, ты используешь 3D в своих работах, и расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. Как это произ... Ну, в общем, какие программы ты используешь, для чего ты используешь 3D, или, может быть, это просто хобби оторванное от 2D? Это просто хобби. Я просто экспериментировал. И я пробовал использовать потом 2D. У меня уходит больше времени просто. То есть... Просто вот так получается, что... Просто больше времени уходит. И... Просто мне надо больше времени потратить сейчас на 3D, чтобы потом это нормально использовать. Я знаю, что ты очень хороший инструмент. Ну, блин, тяжело. Тяжело просто привыкнуть к этому тяжело. Надо, надо, надо попробовать, надо экспериментировать. И... Это неплохо. Но не используешь. Это больше. Я пробовал тоже... Тоже не очень получилось. Это просто инструмент, которым надо пользоваться и к которому надо привыкать. Я пробовал. У меня есть картинки, которые сделаны на этом, но их никто не увидит, возможно. Ты не планируешь это как-то дальше развивать? Или ты просто пока... Ну, просто... Я просто... Хочу стать машиной. Хочу стать мягкой машиной. Я хочу иметь всё и... 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 Прилагать меньше усилий. Ну, не знаю. Не помню художников, которые могли этим заниматься. Не особо интересовался. Ну, наверное, джамы. Как джамы используют? Ну, джамы, он, мне кажется, вообще... То есть, он использует всё, по-моему. И это круто. Если ты можешь ускорить процесс свой, и при этом не потерять в качестве, то почему бы и нет. Особенно, если ты работа. Вжух-вжух, у тебя всё готово. На мере, джамы у него, во-первых, мозг сразу вшит, а в маньях всего софта, который он открывает. Во-вторых, он... Как-то... Такое ощущение, что он просто вот, типа, экспериментирует. Он там нашёл какой-то новый приём, и сразу такой. Класс. Надо сделать что-нибудь в этом плане. То есть, у него какой-то поразительный... Поразительный интерес к этому всему. Ну, да. Я думаю, это просто своего рода привычка выработалась. То есть, пробовать что-то новое. И... Есть... Одно ограничение, в принципе, в развитии. Ну, то есть... Ограничение в социальных. Короче, когда развиваешься... Вообще, неважно, наверное, что ты делаешь, как ты делаешь. Но если ты повторяешь одни и те же действия, то стоит что-то изменить. То есть, лучше всегда экспериментировать в чём-то. То есть, джамы выбрал такой способ. То есть, я хочу немножко по-другому. Ну, то есть, хочу ручками делать, пробовать это. Делать сначала ручками, потом, если это получится, упрощать, как это делается. Вообще, джамы ручками нормально делать. Не знаю. Не знаешь, какая будет правда. Ну, он, насколько я знаю, он как бы сразу так... Типа, из тех людей, которые сразу стали крутанами в интернете. То есть, он как-то вкатился и сразу легендарно... Ну, тогда там время было совсем другое. И народу, в принципе, меньше один день занимался. Ну, да. Ну, у меня... Мне нравится, наверное, пример, Маратарса. Я видел его старые работки. Он прокачался. Я, насколько я знаю, он реально очень долго работает. И всё, наверное, в чём развития, как становится сквозь нами, это просто... сознание. И всё. По сути, там... Просто ставишь себя в такие условия, когда ты развиваешься. Есть люди, которые действительно могут очень долго рисовать, а потом просто что-то немного меняют, и они начинают расти. Причём очень дико и быстро. И немного обидно за людей, которые куда-то топили, и прям очень много и... много сильно развивались. Сейчас ты смотришь... Как я, по сути, перестали расти и что-то менять. Так и может, норм. Ну, да, это может быть норм, но всё равно. Не знаю. Мне тоже вроде бы было норм, но сейчас я понимаю, что я просто время начал тратить в какой-то момент. Я просто начал повторять те штуки, которые я уже умел. То есть делать только их. Сейчас я... Благодаря хотя бы этой работе, которая я... То есть это вроде довольно жёсткий выход, из зоны комфорта. И я просто начал делать по-другому. Увидел другое. Ну, то есть не так, как я раньше делал. Ну, кстати, ребята, в комментариях замечают, что ты вырос достаточно быстро. Вот. И это, типа, одна из причин, по которым тебя сравнивают с Верёхиной. Расскажи, пожалуйста, собственно, как это произошло. Ты сказал, что у тебя нет никакого художественного образования, и всё это было... Ну, то есть методом проб и ошибок. Может быть, какие-то читы, лайфхаки, на что обращать внимание, вот это всё. Ну, да, на самом деле, нет. Я просто... Я, по-моему, даже сейчас Верёхин понял об этом. Ну, что ты говорил, по-моему, по поводу этого, что... проще всё равно... Проще и быстрее просто рисовать. Просто рисуешь. Просто нет ни читов, нет вообще ничего. Просто рисуй. Просто всё же в самом понимании. Чем лучше понимаешь объект, который рисуешь, тем лучше ты его рисуешь. Вообще так это и работает. Да, но понимание в любом случае как-то вырабатывается там. На совокупности точек фокуса, на совокупности приоритетов. Мне нравится пример академизма. То есть это... такая штука, которая полностью построена на разрабатывании чего-то. То есть... По-моему, вот как раз-таки для самого быстрого развития академ рисунок, он как раз-таки полностью построен на развитии, на понимании, на всё вот это вот. Не зря люди рисуют вот эти шары, и вот это вот всё. Просто со временем начинает это понимать сами. То есть автоматик уже просто то есть в их головах. Ну, тут на самом деле штука спорная, потому что у нас одно время была сильная академическая школа, ну, российская я имею в виду, а потом, ну, с ней случилась современная действительность. Ну, я слышал, что говорил, например, Чообак про это, что люди просто научатся рисовать вот эти головы, но генерить что-то новое они не смогут. Тоже правда, но и правда. Надо как-то смешивать эпидемизм и всё вот это вот и всё больше. Я думаю. Кстати, как ты считаешь, нужно ли России современное там CG образование или геймдев образование? Потому что, ну, опять же, несмотря на то, что геймдев у нас же есть порядка 30 лет, тем не менее, у нас ещё некуда, ни в какой вуз не пойдёшь учиться, и для многих преподавателей классической школы до сих пор планшет это какая-то ересь, и вообще он рисует всё за вами. Да, я слышал какие-то прям плохие штуки о преподаватах. Как ты считаешь, будет ли, не испортить ли то, что происходит сейчас, если образование будет систематизировано? Трудно сказать. Я думаю, всё от человека зависит, как он вообще информацию воспринимает. Всё же в итоге сводится к тому, как человек использует данную ему информацию. Если он что-то откинет, то неплохо. Если, ну, это его выбор, то есть, возможно, это правильно, а возможно, это будет неправильно. То же самое с информацией. Тоже полностью верить в то, что, какую информацию тебе дают, тоже неполностью правильно. Надо что-то выбирать и смотреть, и, наверное, больше акцентировать внимание на то, что сам думаешь. Если тебе кажется, что это неплохо, то неплохо. А потом приходит Лидия такая говорит, нет, вообще-то так себе. Да, но в таких, в таких моментах ты видела, что ты сделаешь ещё. То есть, ты машина. Ты машина, ты делаешь. И надо сделать. Я бы, я бы многие вещи и сделал по-другому. Я бы, когда скучи, которые выбирают, мне не очень нравится, там, например, то, что-то потом, потом в итоге оказывается, что ты скучи надо переделывать, картинку полностью переделать, что-то и время тянется. Но это закаляется. Не знаю. Не думаю, что это испортит, если ты для себя, всё, что делаешь для себя, ты абстрагируешься от этого. Просто делаешь то, что хочешь. Если тебе кажется, что надо делать так, то делай. Самое правильное мышление, мне кажется. Здесь, кстати, ребята в комментариях подмечают, что у тебя нету реф. Но при этом ты вполне себе сидишь такой и дизайнишь какой-то персонажа. У тебя всё в голове или это магия второго монитора? У меня есть три монитора. Я, в принципе, но... Но я не использую референцию. Я очень редко их до сих пор использую. Все говорили и всегда говорят, наверное. Я не общаюсь с ними. Но в то время мне говорили, что вот рефы, рефы это важно. Для работы рефы это важно, если ты рисуешь тот объект, который ты не рисовал до этого. Тогда это происходит просто невероятно. То есть тебе нужно что-то что-то придётся украсть. Что-то придётся смотреть. Художественное воровство. Вот. Тогда рефы и всё такое-то нужно. Но сейчас я даже почти не рисую. Я просто говорю. У нас есть несколько вопросов в комментариях и они достаточно разные по направлению. Так. Просят разобрать фразу Руан-Джа ну, Руан-Дзя или как-то там кто знает китайский поправьте. Что... Ну, вот этот, знаешь, мем, который не передруждайтесь, я рисую всего по 11 часов. А, да. Вот. И просят разобрать, потому что многие обращают внимание именно на 11 часов. А они не совсем... И не видят, что... Они не работают. На самом деле не работает. То есть рисовать 11 часов, мне кажется, это не работает. Нужно реально гореть этим. Мне кажется, что... Просто Руан-Джа не я. Руан-Дзя он не такой, как все. Просто китайский парень. Просто этот китайский парень. Он... Я вообще не понимаю. То есть я смотрел процессы его. Да, он полностью переделывает картинку. Что, полностью? Он там... Там несколько раз вообще другие композиции. Топор... Просто... Я так не могу. Мне приходится прямо переступать себя, там что-то переделывать. Но чтобы просто взять и полностью заново сделать и просто буквально поверх. Это сложно вообще время просто взять и новый сделать. Но он прям поверх все это делает. Это невозможно. У него может все это по-другому в голове работает. Поэтому я не знаю. Но что я для себя заметил? Я работал... Я работал 11 часов. Я работал и 13 часов. Было время один раз я, по-моему, 14 с половиной часов работал. это не работает. Ты просто тратишь время. Ты делаешь неосознанные вещи. Можно же делать просто вещи. Вещи правильно. Если ты делаешь вещи правильно... Я не знаю, как... Просто у меня есть такие картинки, которые я не могу сделать два дня, а потом делаю за два часа. Типа, ну, из вот такого... Если ты делаешь все правильно, просто, то у тебя все хорошо. Просто делаешь это правильно. Делать дольше, типа, и засиживаться там 11-12 часов нет никакого смысла. Мне кажется, ты просто тратишь свое время. Но если я просто покайфу, то нет. Так, окей, следующий вопрос. Ну, то есть, это уже... Он уже имеет некоторое отношение к тому, что мы видим сейчас на экранах. ты вот персонажа сразу продаваешь по ходу дела или ты вообще на что-то ориентируешься? Если я делаю... Если я делаю персонажа идейного, то есть, у меня есть таск, я придумаю таск, я хочу именно дальше развивать вот эту машинность. Когда у меня есть таск, я должен сделать таск, стараться не отходить от этого таска. Есть история, есть, я должен ее придерживать. Но сейчас вот этот я просто сгенерил, я могу полностью сделать. Он... Просто что-то добавляю, что может прикольно работать. Я просто начал голову делать, потом хоп плечи, потом хоп туловище. Все дальше. Это проблема. Так что как было так. Большинство картинок у меня такие, что идеи ничего в них нет. то есть у тебя никогда не было мысли сделать какой-то свой цельный проект? Нет, есть, есть, проект есть. и... Я даже запалил что-то как-то точек, но это я все буду переделать, поэтому просто, просто небольшой кусок моего мира. решил придумать свой мир и развиться в этом, что я буду просто рассказывать какую-то историю, есть то, что я хочу рассказать и попробовать. Я буду это пробовать, буду показывать, не знаю, не знаю, как скоро я что-то покажу. У меня есть, наброски у меня есть, у меня их много есть, где кто-то менял, что-то переделал, что-то придумал. У меня вообще был загон на то, чтобы сделать прям огромный проект и где я в итоге должен буду еще реально все сферы CG задействовать и в итоге сделать какой-то небольшой ролик. Как это? Даже немножко в 3D залезть. Ты поэтому начал изучать 3D? И да. нет. То есть я начал вообще изначально сам просто, потому что все тогда кричали о том, что вот CG 2D не нужно. Проще начать уже 3D, но я не очень понравился. Такой довольно рутинный процесс 3D. Просто есть миф и легенда о том, что 2D умрет останутся 3D-шники. немножко покажется. Дремя покажется, я думаю. Да. Вообще эта тема про мультиинструменталистов я слышала много раз, что даже скорее не то, что 2D умрет, а то, что если ты умеешь только 2D, это не особо нужно, потому что нейросети и все такое, а ты можешь идеи классные придумывать, еще какие-то способы. я слышала, что просто нейросети просто трудствуют в это время работу. были кипит, но так нейросети заберут очень много работы. Ну, много, но не все, они же идеи не могут генерить. Пока. 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 То есть ты думаешь это произойдет? Наивная. Ну, на самом деле мне хочется посмотреть глаза людям, которые собственно разрабатывают нейросети, то есть я представляю себе чувак какой-то такой блин, мои дети будут лениться. И такой разрабатывает нейросети, которые классно рендерят, фазу выстраивают. Мне кажется мы доживем. Но опять же это можно возможно мы не доживем, надеюсь, что это пока я живу буду люто тормозить, но знаешь, как вводили первых машин для там короче на заводы начали вводить всякие машины. которые заменяют человеческий труд. И очень многие рабочие тогда начали бастовать что это такое и короче многие тогда рабочие лишились этой работы то есть они бастовали но в целом лучше стал прямо сейчас лучше стал поэтому надеюсь что просто эта технология примет правильно применят правильно раз разные вещи ты говоришь о ручном труде и сравнишь с интеллектуальным все-таки смех это разное ну люди станут машинами когда-нибудь я надеюсь на это мы уже почти мы уже почти дожили до киберпанка а да да он уже выйдет сколько можно я купил так вроде в следующем году не знаю ну сколько можно так еще один вопрос тоже из комментариев какие пункты для тебя отделяет хороший рендер от плохого и на что следует обращать внимание при работе с тоном и цветом правильно вообще в принципе правильно используем все очень больше правильно использовал детальки не всегда решаются детальки использованы правильно и в нужных местах это это круто ну то есть хороший пример этих азиатов много азиатов которые очень круто рендерят мотошоу и ты сейчас прям без ножа по-больному режешь так много азиатов которые круто рендерят да ну то есть они реально круто то есть у меня есть там парочку любимых которых а кто давайте из имен пожалуйста я умру просто сейчас я имен не помню в принципе я русский нурвандзиа но как он я бы не хотел рисовать потому что уже так клонов другого другого примера он же учил он учу он учет он учет что он умеет они где начали делать он экспериментирует пробует меняет по-меня приезжал пару ка по-моему в россию рассказывал что он вроде как думает о том чтобы какой-то менторшип начать что-нибудь записать как программу где-то вести мне кажется что спустя парочку лет мы еще увидим влады его труда Ну да, да, так он и раньше снимал, то что при этом видел всякие вещи, и он там прям лекции просто Поэтому, ну вот так, может быть прикольно А кстати, ты была там? Да Так вот, что там произошло? Потому что мне дают разную инфу, я не понял ничего Сказали, что когда он лекцию читал, прервали его лекцию и показали чужого Он успел закончить А, да, потому что... Там была неловкая пауза Там, видимо, друг друга не поняли, закончил он или нет И в итоге уже следующий человек начал говорить, а он типа тоже не понял, закончил он или нет Но там просто была неловкая пауза Ааа, ну тогда ладно, потому что там, там стука срача была Просто... Мне его не скидывали со сцены, если ты об этом Да, да, просто это было бы максимально некрасиво, я такой, чего? Ого, как-то было? Просто вот мнение разделились, я услышал одно и другое, я не понял В любом случае, он типа еще раз, он еще раз, я думаю, приедет и не раз Вот, в этом году у этот жюрифест везет уже другого китайца, Фэнг Зу Который тоже... Господи, на каждом стриме про это рассказывают У нас, кстати, совместный конкурс с Фэнгом Зу, со студией графит Вот, киберпанк, этнический Так что, если хотите, можете зайти по ссылочкам, которые есть в описании И поучаствовать в конкурсе, потому что работа будет жюрить лично Фэнг Зу Расскажет вам... Ну, мне кажется, получить мнение такого человека по своей работе Это очень много даст для, собственно, вашего развития Даже если вы ничего не займете, Фэнг Зу вам даст фидбэк Это что-то типа классно Надо поучаствовать Да Только познавательный В прошлом году это Джуджевич так делал То есть он тоже... Не все выиграли, но он сказал, почему ему работы понравились И это, по-моему, очень здорово Ну, я, возможно, поучаствую Еще не знаю Я еще... Я очень плохо начал этот бук Нынешний Надо делать Так Есть еще несколько вопросов из чата Как добиться такой же динамичности в скитчах, спрашивает Егор Не знаю Все всегда это так странно Многие... Многие раньше, по крайней мере, говорили мне, что у меня довольно много динамики Но здесь не очень много динамики Я могу уйти в лютую динамику, но... Блин Не знаю Есть разный уровень динамики Есть там прямо выкрученная Я недавно смотрел Как комиксисты делают динамику Там вот они, по-моему, шарят в динамике Я бы не сказал, что я знаю В динамике просто... Просто не совсем статично Смотрите, смотрите на комикс Там очень много интерес А кто твой любимый комиксист Я не знаю Я не знаю Я просто знаю картинки Я не особо люблю читать комиксы Я просто... Просто смотрю картинку Просто смотрю картинки Нет Я... Мне кажется, такого, в принципе, в сфере нет Я встречалась один раз, когда была важна вышка Что там писали прямо в вакансии Но там была важна какая-нибудь вышка То есть вообще не важно, художественная она или нет Ну... Да, наверное, теперь проще будет Вышка Но... Вышка очень часто ничего не решает Хотя... Хотя я сейчас начал думать, что, может, что-то и дает вышка Раньше я полностью был уверен в том, что она ничего не даст Но... Это первая... Ну... Вышка, особенно рисовательная Когда тебя заставляют делать так, как ты не хочешь Это вот первый этап работы буквально То же самое, типа, в этой работе И, возможно, некоторые компании Вот поэтому, типа, и просят опыт работы, там, с какого-то времени Короче, это важно, я думаю Может быть, важно У тебя, кстати, не было опыта работы непосредственно в офисе? Не, я удаленщик, я до сих пор удаленщик Я... Я... Я даже не уверен, что... Сначала было прикольно, а сейчас я Настолько окостенел Настолько... Не очень хочу двигаться Было... В одно время... Было... А... В одно время было довольно сложно вставать в одно время Я просто пробовал Тяжело Просто тяжело То, что ты можешь в это время потратить на... Нарисование ночи Обычно раньше не контролировала, теперь стараюсь контролировать Я... 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 Когда ты конкретно знаешь, сколько ты на определенную задачу потратишь и времени к ней. Подели секретами того, как ты, собственно, выстраивал график, на что ты обращал внимание, и как сделать так, чтобы у тебя оставалось время и на отдых, в том числе, когда ты фрилансер. Я его не настроил. Я пытаюсь сейчас. Но меня слишком часто выбивает из колеи. Кстати, не знаешь ничего по поводу того, как влияет стресс людей. Есть ли люди, которые действительно могут нормально переживать стресс во время работы. То есть, если я слышал истории, мне рассказывали, что-то, когда на них, ну то есть, когда нужно закончить, и когда там фрилки, там уже такие, прям активизируешься и быстро делаешь хоба-хоба, и у тебя все готово. То есть, ты быстро сдаешь что-то. У меня так никогда не работало. Я завидую этой способности. Если она есть, я хочу ее. Мне кажется, что в такие моменты ты просто перестаешь париться над результатом. Типа, у тебя уже горит хата. Может быть, может быть. То есть, у тебя уже по-любому надо закончить. То есть, у тебя есть четкий жесткий дилайн. И ты просто выжимаешь из себя максимум. Ну, у меня не так не работает. Я все равно парюсь в результате. Я еще больше загоняюсь. Медленнее начинаю работать. Я понял, что мне невозможно работать при стрессе. То есть, я как только любое... Просто что-то происходит, что может выбить несколько, и меня это убивает. Я еще сам в голове накручиваю. Еще плюс что-то произойдет. Еще мне поторопят лишний раз. Я все еб. Я начинаю намного медленнее работать. Ну, вообще, я читала кучу историй, как люди, попадая в смертельную опасность, у них ресурсы их организма, они начинали вообще работать по максимуму. Возможно, это связано примерно с этим. Ну, то есть... Ну, может быть. Может быть. Но у меня так не работает. Я все, что я могу сказать. Я хочу, так. Но у меня каждый раз не получается. Не получается собраться. Я каждый раз дилайна сливаю. Просто хобба и... Ну, что, тебя за это не было? М? Ничего не было за это? Ммм... Ну, типа, торопят, торопят и... И торопят. Вот, по сути, могут сделать. Но если... Если какая-то большая проблема, то вот меня, наверное, был более... Уже. Вообще, эта тема с тайм-менеджментом настолько сложная. Там, если в офисе понятно... И, кстати, в офисе говорят, что это такая, типа, супер... Ну, супер-классная возможность. Научиться чему-то, чего ты все еще не умеешь, там, в рабочих вопросах. Ну, то есть, очень многие ребята, я слышала, они прям советуют поработать в офисе. Потому что так, как вас прокачает коллектив именно вот на месте, этого не сделает никто. Но, с другой стороны, есть там, тим-офис-чуваки и тим-фрилансеры. Которые как раз говорят, что нет, можно сделать все намного быстрее, не тратя время, там, на дорогу. Не тратя время, там, на всякие разные переписочки рабочие. Но обычно это те, кто либо уже что-то умеет и... В принципе, я понимаю, как это может работать, но... Например, мне кажется, что очень круто начать работать в офисе, например, какого-нибудь графита. Это, в принципе, неплохо будет. Не знаю насчет всех офисов, но в Питерске, если ты сможешь попасть, тебя могут расплачать. Там тебя будут требовать, и... Если ты... Ну, ты начинающих, они не возьмут. То есть, просто перспективно, я думаю, если попадаешь в график, тебя очень много... по многому могут научить. Там тоже свои аспекты, которые могут мне понравиться другим-другим. Ну, в плане развития, я думаю, это крайне продуктивно. То есть, ты считаешь, что это напрямую зависит от компании и от людей, которые сидят с тобой? Да, да, это всё там... Бывает же разные коррективы, бывает всё по-разному. Я, в каком-то смысле, могу сказать, что работа меня прокачала. Ну, по крайней мере, как работника точно. Мне стало проще делать задачи любые, в принципе. Я могу адаптироваться проще. По-другому взгляну. Блин, то сразу можно в цитатку просто. Работа прокачала меня, как работника. Да, 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 то есть ты... Так это и происходит на самом деле. Ты просто сотрудник. Ещё есть несколько вопросов в комментариях. То есть, во-первых, спрашивают, на какой проект мечты или в какую компанию ты хочешь попасть? Я думаю, нет такого прям жёсткого. Куда конкретно я хотел бы попасть? Я просто знаю, где прикольно и где мне было бы неприкольно. И в этом того, что я знаю, что меня очень люто разваливает стресс. И если меня будет слишком давить, я просто буду пытаться. Чем мне это? Самый... Самый, как говорят, ненапряжный офис, это офис Riot. Наверное, там было бы прикольно. Но я не знаю, может быть, это и так же прикольно есть. Когда, ну, тебя так жёстко требуют. Когда проблемы какие-то появляются. Riot очень сильно следит за тем, чтобы сотрудник вписался в коллектив именно с точки зрения человеческих качеств. Они могут тебя там год собеседовать. Причём реально рассматривать тебя как сотрудника. Именно как раз для того, чтобы у них вот как раз была классная атмосфера внутри компании. Угу, ну, тоже слышал такое. Ооо, да, да. Хотя у них тут скандал был буквально пару месяцев назад. Типа Харасом, всё дела. Там с феминизмом с этим? Ну, что тут? Ну, вроде того, да. А, ну, кто-то слышал. Ну, я не женщина, проблем не будет. Проблема будет у тебя. А, да, точно. На самом деле, я сейчас замечаю вообще, в принципе, за российскими компаниями. Очень много они делают. Многие ребята там очень много делают для того, чтобы именно внутри всё было хорошо. Я знаю, что там у Playrix, например, есть внутренняя конференция, которая как раз про то, как выстраивать микроклимат в компании. И я, черт побери, рада, потому что у нас наконец-то в России началось всё двигаться в эту сторону. То есть это произошло не так давно, буквально там года три. Три-пять лет назад. Но я знаю, что многие компании сейчас уделяют этому много внимания как раз взаимоотношениям в коллективе. Ну, это неплохо, это, по крайней мере, стресс. Сейчас не так много стресса будет. Ну, хотя я могу много тем найти для стресса. Ну, тут есть у этой медали обратная сторона, она сейчас даже не на примере игровых компаний, она даже скорее на примере всяких разных экранизаций Netflix, где тема возведена в абсолют. Да. Когда всё слишком внимательно к чувствам разных категорий общества, и не все этому рады. Там тоже, да, странность. Когда... Когда вот киберпанк был, по-моему, вот как раз там была резонансная новость. Как её зовут? А-а-а. Сценаристка? Какая-то женщина, я не помню как её, я не особо разбирался в этой теме, где она бегала про то, что у вас неправильно женщина показана в игерпанке. Надо... Я могу переделать вам, по-моему, кстати. А-а-а. Да, это ж она. Анита Саркисянка. Да-да-да-да-да-да. Она есть. То есть, ну... Ну, блин. Есть типа стороны, в которые лучше не лезть. Где... Ну, и тебе не кажется, что от этого может пострадать там качество произведений? То есть... Ну, то есть тут не могу задать вопрос, смотрел ли ты трейлер в недавнюю. У Ведьмака? Не, я не смотрел. Я слышал, что он решил, но я не очень... Не очень... Не в принципе, я уже из тех историй, что я слышал, что... Э... 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 Все его будут хвалить в Садипае. Я потом посмотрю, но мне уже на автомате не интересно. Я уже очень много плохого послушаю. Э... Да? вы что с нашим ведьмаком сделали. И такие вещи сейчас, к сожалению, они наблюдаются повсеместно. Ну, то есть, понятно, что это какой-то этап развития, который должна пройти массовая культура, но, тем не менее, не кажется ли тебе, что это там связано как раз с этими... как раз с улучшением микроклимата в игровых кампаниях? В том, что таким... Я не знаю. Вроде бы это и прикольно. Вроде бы это и прикольно, но при этом я какую-то свободу перестаю чувствовать. То есть, когда ты видел что угодно, фильмы, аниме, именно связанные с насилием, сейчас этого насилия в разы меньше. Сейчас многие кампании не показывают, то есть, по крайней мере, их не так много. То есть, когда показывали очень мрачные штуки, когда я очень расстроился, что я... Сейчас, как он назывался? Ммм... Блин. А... Короче... А... Ну, не... Я не помню. Я не помню просто. Там был мультфильм, снятый по комиксам. А... Очень... А спаун? Вот, я очень расстроился, что спауны не делали бы дальше, ну, типа, не стали делать дальше. То есть, он, в принципе, был хороший, а там... Ээээ... Ээээ... Там, всё там... Секс, наркотики, или всё было. Это, в принципе, было интересно показать мне. Так, в спауне, если меня не изменяет память, там чуть ли не главный герой чёрный. Я, может, не ошибаюсь? Да. У меня чувство, какое вот ощущение, что он там чёрный. Да, он чёрный. Он был чёрный, и его сожгли. Что же произошло? Почему же? Не знаю, не знаю, но... Мне нравится, как к этому относится Тарантино, и... В принципе... В принципе, хорошо, хоть есть Тарантино. Нормально. Нормально. Но Тарантино, он делает редко, но метко. Да, да. И... Ну, так его тоже очень много вроде присылали, насколько я знаю. Да, вот, и по этой причине, что... Показывать не так. У-у-у, зачем? У-у-у-у. Чёрных показывать неправильно. Ну, блин. Ну, фильм это хороший. Так то же самое же было с Киберпанком. У них там есть фракция животных, и там как раз чёрные ребята, на что почтенная публика такая, мол, вы чё ж творите? Вы зачем чёрных так оскорбляете? Они не животные. Что чёрный разработчик сказал, вы не уважаете нашу культуру, у нас это вообще-то связь с животными, Это очень, очень сакрально. Хватит оскорблять мою культуру ее незнанием. Вот, и на этом все как-то быстро закончилось. Ну, я думал, они хотели разогнать, типа, твои проблемы, когда была... Черный мальчик, типа, лучшая обезьянка. Как там была? Лучшая обезьянка, ну, бля. Простите. Черный мальчик, как-то, тоже. И матушка его записала в опровержении. И сам мальчик сказал, да что же вы ко мне пристали-то. Блин. Это было круто. Интересно. Пришли твои друзья из культурной столицы. Есть еще несколько вопросов из комментариев. Собственно, вопрос, который задается уже не первый раз. Что же ты в ВКонтакте-то все удалил? А я не удалил, я просто скрыл. Она все есть. Просто вы этого не видите. Зачем? Не знаю. Да я, на самом деле, то, что я выкладывал, это было, наверное, только четверть того, что у меня есть, в принципе. У меня, я намного больше рисовал. Просто в какой-то момент я начал потихоньку-потихоньку и перестал выкладывать, в принципе, что-то. И у меня все складывается, складывается. У меня очень много штук, которые, возможно, никто и не увидел. никогда, типа, ну, то есть, и, возможно, и не увидит. Ну, что вот так вот. Есть просто штуки, которые, в принципе, мне интересно закончить. И есть штуки, которые мне интересно было бы реально продолжить. Если я выложу это, я, скорее всего, могу не закончить. Так это будет. Вот я, это одна из картин, которые я хочу закончить, но, походу, я ее еще долго буду делать. То есть, у тебя нет какой-то, знаешь, там, социальной мотивации, что ли? Да, я ее в какой-то момент потерял полностью. Это, возможно, влияет сильно. То есть, я очень стал зазнаваться в какой-то момент. Наверное, в году 15-м я сильно зазнался, когда куча людей приходит, вот это круто. А, ах, ставят луки и говорят, что ты крутой, ты вообще мой. Когда тебе все говорят, что ты крутой, ты какой-то момент начинаешь верить. И, возможно, из-за этого, что я перестал развиваться и с качеством. В какой-то момент я просто меньше и меньше стала выкладывать. Может быть... Ну, не знаю, с чем это связано конкретно, просто перестал выкладывать. Очень много всего, что... Я просто начинал. И делал дальше. Ну, я просто знаю, что многих художников их достаточно сильно мотивирует как раз вот этот вот положительный отклик из соцсетей, и они там начинают делать контент с какой-то периодичностью для людей, которыми... Ну, я не заканчиваю! Я не заканчиваю. Все, что это не бата-фича. Ну, блин, ну... Ну, все мне уже говорят, типа, большинство говорит мне, что я должен закончить потом. После этого, а я такой... Ух! Куда? Вы чего? Ааа! Хватит! Ааа! Возможно, кстати, с этим и связано, что не хотелось читать. Просто в очередной раз почитать, что, типа, почему не заканчиваешь. Мне просто по кайфу, я делал то, что по кайфу. Мне интересно, до какого-то этапа, когда я ее заканчиваю, на это так. Просто останавливаюсь. Для меня нормально. То есть, на твоей взгляд, картинки, это главная идея изначальная, а не финальный рендер. Не, он... Все важно. Вся картинка важна, и все в целом-то важно. Ну, я просто делал, как мне... Как мне говорило, сердце. То есть, я делал то, что мне было прикольно. То есть, я делал так это, и... Вот. Когда становится уже не прикольно, когда ты начинаешь портить уже буквально картинку, я останавливаюсь. Я потом могу вернуться и еще доделать немного, но... Я просто... Просто иногда неохота превозмогать. Надо как бы делать... Но при этом не особо хочется. Ребята в комментариях предлагают тебе брать донаты за законченные рисунки. Да. Это, конечно, тогда это будет работать, как работа. Все законченные картинки, это рабочие. Давайте... Давайте поможем Косте закончить картинку. Скидывайте деньги, вот кошелек. Тебе не кажется, что в таком случае потеряется вот это вот разделение рабочего рта и своего рта? И насколько ты вообще считаешь на разном и важном разделять? У меня нет разделения. У меня... Я даже... Я понимаю, что мне даже немного без разницы, что я рисую. Рабочая сейчас для меня она не... не ломает место. Мне нормально. мне в принципе даже нравится. Мне просто не нравится, что... Мне главное, какой результат. То есть, если я в этой начинаю эту тему рисовать, я должен сказать ее лучше. Ну, хотя бы среднячок. твердый среднячок. Чтобы мне, по крайней мере, самому нравилось, что я рисую. Не важно, что я буду рисовать, не важно, как я рисую. И рабочие картинки влияют. То есть, у меня повлияло на стиль, вообще на все повлияло рисование для работы. Начало, начало, по крайней мере, точно. Ну, кстати, ребята спрашивают, выкладывала ли сама Майтона картинки, которые ты рисовал уже для них. Нет, наверное. Или их пока нигде нельзя посмотреть. Давайте, просто скачайте игру, вот эта вот рекламка пошла. Поиграйте в игру, найдете мои картинки, наверное. Название игры ты не сказал. Я не буду говорить. Не хочу. Это квест. Скачайте какую-нибудь игру Майтона. Скачайте все игры Майтона и играйте. У нас будет потом какой-нибудь конкурс, типа найди картинки Кости. Вообще, любой проект должен быть стилистически целостный и в идеале не должен угадать что это вообще рисовали разные люди. Как ты считаешь, насколько тебе удалось достичь мимикрии под стиль проекта и были ли какие-то сложности с мимикрией под чужие стилистики? Я понял, что я еще слаб, но под стиль я стал подстраиваться. Я как дешевая копия Ивана. Так что буквально это можно так мне не нравится нравится, что делает Иван. Когда у него будет стрим? Сколько можно? Ивана когда будет стрим? Да, когда он вылечит горло? Мне кажется, он вас просто избегает. Вы ему не нравитесь. Нет, не точно. Может быть, может быть. Ну, не знаю. Мы всем всегда рады, всех приглашаем в гости на стрим. Я чуть попозже сделала анонс, у нас в четверг будет супер-супер популярный художник, супер. Тоже давно просили. Вот. Но пока секрет. А мне по секретчику скажешь? Я всем потом по секретику скажу. Но это уже будет не секрет, контакт-трима. Вот. Ну, то есть, внезапно человек не имеет отношения к голуболениям. Так, о каком Иване идет речь? Я так подозреваю речь о забывании Хатенове. Да, да. Мне кажется, у нас в жюри конкурса был какого-то. Какого-то. А, как раз конкурс, который мы проводили с Майтоной. По-моему, в прошлом году этот концептар ПТРПГ мы с Майтоной сделали. Возможно, я не отслеживаю ничего. Я даже как-то где-то же полностью не знаю типа, я мог бы, наверное, просто на артиллерию пойти, а там уже смесь с Майтоной как-то завязаны. Ну, у них был стенд в прошлом году. Я знаю, что они спонсоры артиллерии. По крайней мере, на сайте спонсоры. Как и все, кто задонатил. Ну, в общем, да. В прошлом году у них был прям такой большой стенд с квестами. Так, с квестами, господи, с квестами это другой стенд, я думаю. Сейчас мы ображаем на крестами. Так, Марина знает, как она. Марина, ты читер. Так, еще вопросы в своих комментариях. Здесь тебя спрашивают, какие твои любимые игры, кстати. Спрашиваешь уже не первый раз. Сейчас может быть шутка, типа, ну, Апекс Лиаденц, но нет, трудно сказать, я просто полностью потерялся. Нет какой-то прям лучшей игры, которую я могу выделить. У меня есть просто игры, которые неплохие для меня. То есть, я недавно Far Cry поиграл, В принципе, неплохо. Мне, в принципе, понравилось. Она лучше, чем треть. я не могу выделить, не могу выделить игру. Жусь, стартей, давайте стартап второй. Было нормально, мне понравилось. еще вопрос классный, который нам задает, ну, этот вопрос, он, по-моему, побеждает по части, по части задавания вопросы про кисти, марку планшета и вот это все. мой друг пишет пользователь с ником каким-то японским, Тоши Джоя, или, прошу прощения, если неправильно прочитала, в каком возрасте можно ли клиниться человеку, вот, геймдев, если на выкарисование ниже среднего. Вот, мне 29, я год назад заинтересовалась этой сферой, но я боюсь, что студии уже могут отказывать в этом возрасте. У меня была тема, что меня приглашали в мои 17, вроде в бабу. А сколько тебе сейчас? 22. Правда ты? То есть я как раз, наверное, год второй рисовал и если, ну, просто, если приглашают, то нет. Ограничений же нет. То есть я поражаюсь от людей, которые могут взять и сорваться в случае чего. У меня знакомая есть, с которой мы общались, она сказала, что она, и как раз только 18 исполнилось, она оба, и она уже работает в Вариуме. Это не Лиза Нагорная? Да. Привет. Привет, Лиза. Если что, я все помню. Лиза. Да, да. То есть, меня это так поразило, что я, я каждый раз это откладывал. Меня раньше приглашали куда-то, сейчас особо, нет, но я ничего не выкладываю по этому. Мне так поразило, что можно взять вот так вот и переехать, просто сорваться от родителей. Я настолько был самостоятельным, мне тяжело. Сейчас я могу переехать, но свои 18-17, я такой, ой, надо школу, сейчас закончится школа, надо вот эту, потом еще вот это, вот надо еще картинки закончить, ой, люди уже перережат. Как это работает? Ну, это просто берешь и делаешь. Берешь и делаешь, и в принципе же нормально пошло. У нее хорошо, насколько я знаю. Ну, она, во-первых, суперскилловая, во-вторых, Лиза, это личная боль Гриши Лебедько, который, собственно, ну, она у нас училась на персонажке про в курсе, собственно, Гриши, и она нарисовала там этого лича здорового, ну, все виды этого лича, он, мне кажется, у нас... Она набрала больше лайков, чем он? Да, там, мне кажется, дикое количество лайков, там, ну, 18 тысяч, что ли, 30 тысяч. Я даже сейчас посмотрю, схожу, потому что, ну, вот, и, в общем, мне кажется, такое количество лайков, в принципе, набрать сложно. Артстэшне же важнее. Ну, в Артстэшне, конечно. Ну, я, наверное, Артстэшне нормально набрала. Я, я, я шалел, когда смотрел у Мафии картинки от Куго. А, нет, вот, я зашла в комментарии, у нее здесь 3749 лайков и 45 с лишним тысяч просмотров. Всего лишь 3000 с лишним лайков, не 18. Ну, да, я удивился, что-то, почему? Я поражался совсем недавно, что, мы с кем-то обсуждали просто разные картинки. Я потом смотрю, сколько у Тимофея лайков, а там 8000 на Артстэшне, 8000, что ж, мууууу. На Тимофея круто невозможно. Он, кстати, как-то прям быстро раскачался, мы как-то задались с друзьями вопросом, посмотрим, чем занимался этот мальчик пару лет назад. А пару лет назад мальчик рисовал иконки и такие, ну, причем, вот, типа вообще, иконки, которые не особо там скилловые. Он очень быстро раскачался. я думаю, дело в отношении. Только он же сам говорил, что он, по-моему, перед сижу еще чуть-чуть, около 7 лет рисовал, что-то там, он аниме рисовал, все по порядку. И все дело, наверное, от окружения и подхода. Там, вот так, буквально, окружение и подход. Все. Я немного завидовал, потому что в какой-то момент я так плохо знаю английский. То есть, это очень, короче, учить английский. Учить английский, это пашка. Ты сейчас учишь английский? Да. Это боль. Это боль, потому что, ну, я не любил его преодолевать этот барьер. А в школе другой язык был? Или просто? Нет, был английский, но как-то ты за глухоба. А можно и не учить. Просто, просто школьная штука. Там, это же очень много, это 4 зависит. Я раньше думал, ну и хрен с ним. Что-то он мне нужен. И все. А потом, когда ты сильно потерялся, вот, искал, потом наверстывать довольно сложно. На самом деле. Ну, надеюсь, что через... Сейчас проще, сейчас проще его учить, потому что, ну, во-первых, есть куча всяких разных, там, ресурсов открытых. Во-вторых, мне кажется, что у нас не столько сфера с этими терминами, она вся на английском. Да, да, сейчас смешиваются языки немного. Плов, который буквально взять из английского, фактически, сразу понять, что. Но все равно, я потихоньку, потихоньку развиваю, короче. Плюс можно сериальчик на английском смотреть. Можно. Я как раз таки, это сам, я уже начал понимать, то есть, я могу перевести большинство текстов, но слушать надо, ну, наверное, чаще. Но там еще можно включить английские субтитры, и, типа, проще понимать слова. Да. Но есть проблема, ты смотришь на субтитры, а не сериал. Угу. Ну, просто надо привыкнуть, внимнуть в это. Так вот, по поводу Тимофея, он уже очень много в этом, в Level Up, в HG сидел, и, возможно, его, как раз таки, многие там, лучше не увидели. То есть, у него же очень много знакомых, то есть, HG. Они там, друг друга качались. Ну, вообще, мне кажется, это очень важная черта, когда ты открыт к информации. То есть, не просто, ты пейти, гостов позу, мне достаточно моего скилла, а ты такой, как губкой твитываешь, мне кажется, тогда максимально интенсивная прокачка происходит. Ну, да, да, вот я и говорю, что он просто влился как-то и, как-то не спасу. Я немного завидую, потому что у меня первая неа бота для друзей. Может, я так еще к информации относился. Ну, мне хочется больше, хотелось больше. Сейчас я... Ну, сейчас будет возможность. Да, да. Долбахат на One Love. Изменениями, да. Научат в плохом. Так. Да, они там рисовали, они что-то рисуют. Мне кажется, Долбахата почти в полном составе уже тоже была на стримах. Точно так же, как и бывшие сотрудники компании на Raid. У нас есть по отдельной категории людей, которые ходят к нам на стримы в гости. Так. Ну, вообще, на самом деле, я больше не вижу вопрос в комментариях. Я думаю, что мы можем потихоньку двигаться к завершению. Мы сидим уже полтора часа. Полтора часа я не рисую. Ты рисуешь. Это, это, типа, мазюканье просто. Я не думаю, как... Я раньше думал, что я умею рисовать и говорить, но я слишком концентрируюсь на том, что я говорю и просто молю. Думаю. Нет. У тебя, на самом деле, неплохо, получается, даже в комментариях писали, это что, запись? Это что, запись он говорит и рисует? Неужели это запись? Так что, ты, по крайней мере, всех обманул. Да. Ну, не всех какую-то часть. Вот. В общем, давайте нам двигаться к финалу. Спасибо тебе большое, что пришел. Заходи еще. И, ну, как бы, спасибо большое нашей активной публике и даже тем, кого я сегодня забанила. Я разбаню вас обязательно. Хотя, как вы сможете это посмотреть? Ну, в общем, я разбаню всех, кто сегодня шалил в комментариях. Приглашаю вас к нам в гости. Можно к нам прийти в Питере и в Москве на наброски и можно прийти на лекции. У нас два раза в неделю, четверка и вторник, наброски. В пятницу у нас, кстати, у нас появился клуб занятий английским. Вот. Вот. Это очень важно. Мы в Питере сейчас делаем такую штуку, что можно смотреть... Мы собираем всех в пятницу вечером посмотреть кино на английском и потом на английском же его обсудить и эти наброски курируют... И это, вернее, это обсуждение курирует репетитор по английскому. То есть, вот. И можно к нам прийти в гости. На этой неделе мы смотрим «Принцесса Мононоке». И еще можно к нам прийти в субботу. на лекцию и можно прийти на следующий стрим. Да, я обещала заанонсировать крутого художника. У нас, напоминаю, что стримы два раза в неделю, четверг и воскресенье. И на следующем стриме у нас будет Рейкат. Вот. Вы ее тоже очень давно просили. И ее удалось позвать к нам на стрим. Вот. Так что приходите смотреть и забегайте на всякие наши движухи. Мы стараемся много движух устраивать как в онлайне, так и в офлайне. Вот. И на сегодня у нас на этом все. Спасибо большое всем причастным. И пока-пока. Пока. Выключи. Ааа. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok